Мы, мы, мы сияем ярко, мы будто фонарист, я заберу её и мы останемся одни. Мы сияем ярко, мы будто фонарист, я тут не один, но я тут злоба ритвей. Всем привет, с вами Кирилла, вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня снова все на проекте Матюнху Реплей. Это второй сервачок. Все ссылочки есть, как всегда, в описании под видео. Поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. Ну а в этом ролике, дамы и господа, я вам покажу просто очень уникальную темку. А именно в СИН. То есть тюрьма второго режима, которая будет в новом обновлении. Я вам покажу эксклюзивные скриншоты, расскажу вам какие там будут системы, как это вообще будет работать. За это точно вы должны поставить лайк, потому что я знаю то, что вы очень любите там спойлеры про обновления. Поэтому в этом ролике я вам все покажу, расскажу. Видосик реально будет очень интересный. Ну а если ты еще не играешь на Мазинх ролеплей, то конечно же заходи на любой сервачок. Я играю на втором сервачке. Можешь вводить по промокод, пишешь слэш мм. Седьмой пункт, промокод. Указай друга ютубера и вводишь промокод полканов. За этот промокод ты получишь 450 тысяч. Тебе всего лишь нужно зайти на любой сервак, ввести промокод, вкачать уровень и ты получаешь бабки. На этом ролике я хочу от вас увидеть реально максимальную просто активность. Давайте постараемся набрать 200 лайков, потому что видосик будет реально бомбовый. Обязательно просто поставьте лайк и подпишитесь на канал. Покажите реально, что вы можете. Каждый, кто смотрит видос, возьмите просто поставьте лайк. Всем желаю приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Ну и что ж, дамы и господа, давайте я вам подробно и по порядку, в принципе, все расскажу. Начнем с того, что вообще такое ФСИН. Это организация, которая занимается обслуживанием и контролем исправительной колонии. ФСИН это и не полицейские, и не военные. Но при этом они также будут иметь доступ к оружию и определенную власть. Арсенал ФСИН будет предоставлять собой что-то среднее между полицией и ФСБ. Зарплата примерно такая же ситуация будет. У ФСИНовцев будет возможность зарабатывать дополнительные деньги, благодаря некоторым заданиям. Одно из заданий – транспортировка игроков из КПЗ в колонию. Влияние ФСИНовцев на заключенных будет зависеть не только от самих игроков, а еще от некоторых систем. В тюрьме будет несколько типов камер. Для игроков разных категорий, в том числе камера для самых активных и буйных игроков. Заключенные смогут работать на лесопилке, в швейной мастерской и в столовой. Также для заключенных будут некоторые развлечения, например, тренажеры. Некоторые системы будут способствовать организации побега из тюрьмы. Вы будете как бы садить в КПЗ, получается, и вас потом из КПЗ могут привезти в тюрьму. И можно будет еще сделать побег из тюрьмы с помощью там всяких, наверное, заданий, всяких там прибауток там и так далее. Мне кажется, это будет реально очень круто. То есть я на самом деле рад, что это добавят, потому что это будет как фракция. И как только это добавят, скорее всего, я туда пойду. Но если туда можно будет попасть без, как бы, получается, там, перевода с другой организации, то это будет реально круто. Я туда пойду. Как я думаю, вы помните, раньше была подобная система, но она была реализована немножко по-другому. То есть была вообще тюрьма, получается, она была на военке. То есть когда вы там вас садили, получается, вы попадали на военную часть. И там вы отбывали свой срок, вы могли там работать, там, туда-сюда. И там очень легко можно было оттуда сбежать. Там просто за тобой прилетает кент на вертолете, либо там можно было через забор перепрыгнуть. Но теперь, пацаны, это будет уже много сложнее и поинтереснее, понимаете? Но сейчас это будет уже полноценная фракция, где за вами будут стоить игроки. И мешать вам сбежать, понимаете? То есть это будет реально очень круто. Ну, судя по скиншотам, которых я видел, как вообще он будет выглядеть, этот псин, он будет очень реально большой. Там будут разные камеры, там будут разные, там, входы-выходы и так далее. Но мне кажется, знаете, добавить такую темку, то что можно будет выйти из КПЗ-то донат? Возможно. Возможно. Не точно, но мне кажется, возможно, такая темка будет. Ну, короче, ладно, пацаны, не будем гадать, как бы. Когда это выйдет, мы это уже посмотрим. Вкратце я вам рассказал, пацаны, что это из себя представляет и как это будет работать. Теперь, пацаны, я предлагаю посмотреть скиншоты. Это, я думаю, самое интересное. Поэтому просто присаживайтесь поудобней. Сейчас будем, как бы, это все смотреть. Ну что ж, я думаю, будем смотреть по порядку. Получается, вот эта швейная, получается, мастерская, в котором, как бы, будут работать, получается, заключенные. Я помню то, что на других проектах есть такая темка, то что, вот, ты работаешь, у тебя, допустим, там, ну, срок наказания меньше становится. Было бы неплохо, если бы здесь тоже такая темка была. Потому что, ну, деньги, как бы, зарабатывать, мне кажется, ну, нету здесь смысла, потому что, в любом случае, здесь будут платить мало. Но было бы, знаете, что круто, пацаны? Чтобы они сделали здесь очень хорошую зарплату. И чтобы люди хотели, понимаете, сесть, чтобы здесь поработать. Реально, прикиньте, ну, было бы реально угарно. Но, в целом, что я могу сказать? Ну, выглядит, на самом деле, прикольно. Как-то очень мрачно, как-то темно. Но, я думаю, в тюрьме по-другому быть и не может, как бы. Все хорошо проработано. Такое прикольное помещение. Видно вот эти ткани, знаете, ровные ткани там и так далее. Следующий, получается, скриншот. Это, я так понимаю, лесопилка будет. Ну, тоже, я думаю, работа, потому что там вон бревна лежат. От коробки там и так далее. И у нас на стене вот такая вот надпись. Помни, тебя ждут дома. То есть, ну, блин, так, атмосферника, на самом деле. Я, конечно, в тюрьме не сидел в жизни. И слава богу. Но выглядит реально атмосферника, пацаны. Мне кажется, будет реально круто. И многие, когда выйдет обнова, я думаю, захотят специально сесть в тюрьму, чтобы здесь побывать. Следующий скриншот, это, получается... Я забыл, как она называется. Типа, это место встречи с заключенными. То есть, там, к вам могут приходить гости. И вы сможете с ними общаться, вот, в этой помещении, короче. Особо сказать нечего, в принципе. Потому что, ну, туле, там, телефончики, там, блядь, стекло. Ну, выглядит прикольно. Допустим, ваш кент сможет прийти, там, с вами попиздеть. Сможет вам бабки, в принципе, передать. Ну, допустим, знаете, вас посадили. Вот, например, реально, вас посадили, ебать. По-любому будут, там, рабочие в тюрьме, которые, там, знаете, ну, там... Какие-то будут привилегии вам давать, типа. Там, знаете, ну, давай, там, полтосик, ебать. Я там тебе помогу, ебать, сбежать, либо еще что-то, знаете, там, ну... Либо тебя в камеру другую переведу, там, и так далее. То есть, я думаю, бабки там тоже будут решать. Следующий скриншот, пацаны, очень печальный, как бы. Печаль, это такая кровать, ебать. У заключенного будет, или что? Ебать, там что? Там вроде что хазбик поместится, мне кажется. Какая-то кроватка маленькая. Может, это как-то на скриншоте кажется, но... Какая-то кроватка очень маленькая. Там какие-то, знаете, вот эти... Скины школьников, хазбиков только поместятся, мне кажется. Потому что, ну, какая-то коечка очень маленькая, и она просто на цепях висит. Реально выглядит жестко, пацаны. Сеночка между парашкой и умывальником, как бы. Бля, ну, выглядит, конечно, пацаны, жестко, реально. Прикиньте, в такую камеру сесть, ебать. Ну, камера, кстати, такая немаленькая. Ну, ну, если так с виду смотреть, камера, реально, такая немаленькая получается. Походу, эта камера будет на несколько человек. Не на одного, потому что, видите, там, две койки, по-моему. То есть, возможно, в каждой камере там будет по два, по три человека. Потому что, если в каждой камере будет по одному человеку, то, мне кажется, камер столько не хватит. Но выглядит, пацаны, реально крипово. Очень крипово, типа, такие стены, бля, все такое ржавое. Параша такая грязная, сука. Ну, и следующий скриншот, пацаны, это тоже, как бы, параша, так сказать. Видите, есть, как бы, обычный унитаз, ебать. Ну, бля, так тоже крипово, прикиньте, блядь. Ну, в реальной жизни тоже есть тюрьма, как бы, ну. Ебать ты, блядь, ени, нахуй. Ебать ты Америку открыл, ебать, пиздец. А мы не знали, прикинь, Кирилл. Ну, я к тому веду то, что, ну, в реальной жизни, как бы, мне кажется, тоже есть такого типа, прикиньте, тюрьмы. Где вот такая параша, просто грязная, сука. Ржавая, все, нахуй. Блитка отваливается, нахуй. Ну, реально. Ну, это жестко. Ну, хотя, блядь, ну, как бы, люди сами виноваты, что они туда попадают. Ладно, это я уже как-то пошел углубляться, пиздец, пацаны. Что-то я вошел, ебать, в кураж, чисто, знаете, ну. Итак, пацаны, следующий скиншот. Я, честно, не понимаю, что это такое. Может, медпункт какой-то, потому что какие-то баночки стоят там туда-сюда. Ведро стоит, ебать. Ну, это швабра, ебать. И пошел, ебать. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Полы драйвит, пошел, ебать. Ну, а следующий скиншот, это, получается, у нас баня. Не, ну, баня, в принципе, выглядит как-то, ну, знаете, более-менее еще адекватно. Но я не уверен, что это для заключенных, на самом деле. Мне кажется, это для работников тюрьмы будет. По сравнению с тем, что я видел, как-то, именно баня выглядит очень культурно, на самом деле. А вот это уже, пацаны, получается, у нас душ, как я понимаю. Блин, больше как-то на кухню похоже, я не знаю. Какой-то столик, какие-то тарелки стоят. Ну, это, я так понимаю, банька. Ну, точнее, не баня, а ванн. Блядь, как это? Душ, ебать. О, душ. Более-менее, кстати, тоже культурно выглядит. Так, это у нас, получается, раздевалка будет в баню. Ну, выглядит тоже так, нормально. Ну, шкафчики, конечно, удроченные, ой-ой-ой. Ну, что ж, дамы-спада, получается, столовая? Не, ну, выглядит прикольно, только вот, мне непонятно по скриншоту, она будет большая, либо маленькая. То есть, как бы, вон, там, микроволновочка, ебать, там, печечка, туда-сюда. Ну, реально, выглядит более-менее культурно. Так, пацаны, у нас здесь скриншот довольно-таки интересный. Это, получается, камера для крутых заключенных, типа. Для, ну, привилегий, как, короче. Те будут сидеть в такой вот камере, получается. Ну, типа, для таких, знаете, блатных пацанов, ну, да, в принципе, выглядит неплохо. Потому что, как бы, у вас в камере будет телевизор, ебать, сейф, диванчик, ебать, столик, стулик. Не, ну, выглядит прикольно, да? Ну, и последний скриншотик, пацаны, это, получается, у нас место побега. Получается, будет вот такая вот решетка, которую, скорее всего, нужно будет либо подрывать, либо как-то ее спиливать, там, и так далее. То есть, какая-то будет система, с помощью которой вы сможете сбежать из тюрьмы. Именно место побега будет в этом месте. Как бы, ну, об этом месте будут все знать. И мне кажется, что здесь будут просто мусора, знаете, караулить, ебать, просто, и потом ловить таких умников, которые будут пытаться съебаться с тюрьмы. Прям, хорошо подумать. Больше всего мне это напоминает маяк, там, где сейчас маяк стоит. Я не знаю, насколько я прав, конечно, но вроде бы, как это это место. Ну, что ж, дамы и господа, вот такое вот получилось видео. Надеюсь, оно вам понравилось, потому что я старался вам в малейших подробностях все рассказать, объяснить, там, разобрать скриншоты. Поэтому я максимально надеюсь на вашу активность. Давайте на этом ролике наберем 200 лайков. Это видос был про обновление. Я вам показал эксклюзивные скриншоты. Я вам рассказал вообще, что из себя будет представлять эта фракция, какие там будут системы, там, и так далее. Поэтому, ну, реально, надеюсь на вашу поддержку и на ваше понимание, активность, там, и так далее. Поэтому 200 лайков набирайте, пацаны. Прям, очень буду благодарен. Ну, и, конечно же, кто желает, можете приходить ко мне на второй сервачок. Буду всех ждать. Я вас могу принять в семью в компанию. Чем смогу, тем помогу. Ждем это прекрасное просто обновление. Потому что оно будет реально большое. Помимо вот этой, получается, тюрьмы, добавит еще много чего интересного, нового. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.